ПОДПИСЫВАЯ МУЗЫКА Юра, сипло выговорил он, астма его душит. И улыбнулся застенчиво, будто извиняясь. Заговорил о литературе, о весне. Подошла жена его, Татьяна Алексеевна, работавшая в саду. Погнала нас в дом. Щищая возле амбарчика грязь сапог, я успел сказать Константину Георгиевичу, что собирайся летом на север, на Белое море. Он тут же полез на полку, достал географический атлас, снял очки и, поднеся атлас близко к глазам, начал отыскивать места, куда я собирался ехать. Юра, возьмите меня. Возьмите. Я вот по правой с врачей пустят. Возьмете. И с тоской поглядел за окно, на заливные луга, на аку. У каждого писателя своя манера жить и писать. Что касается меня, тут для плодотворной работы мне нужны две вещи – поездки по стране и сосредоточенность. Поручик Тенгинского пехотного полка Лервонтов ехал на Кавказ. Весна выдалась непохожая на обыкновенные русские весны. Поздно распустились деревья. Поздно цвела по заглохшим уездным садам Черемуха. И реки запоздали, и долго не могли войти в берега. Разливы задерживали Лервонтова. Приходилось дожидаться паромов. А иной раз, если паром был поломан, даже останавливаться на день-два в каком-нибудь захолустном городке. Лервонтов равнодушно слушал жалобы проезжающих на высокую воду и дрянные отечественные дороги. Он был рад задержкам. В номерах до проезжающих можно было рассмотреть совсем рядом, рукой подать поля, дуплистые ивы по пояс в воде и за речную деревню. Из окна было слышно, как далеко за краем туманной земли поет ни о чем не тревожась пастуший разок. Летом в Тарусе болезнь как-то отступила. Редко напоминала о себе. И Паустовский махнул лукой на режим, на свое положение больного, каждый день ездил на рыбалку, все время был на народе, постоянно весел и по утрам хорошо работал. Популярность Паустовского-Тарусянина была велика. Ему в гости пытались даже водить экскурсии. Однажды выходит Константин Георгиевич из бани. Идет себе потихоньку с чемоданчиком. Вдруг обращаются к нему приезжие люди, по виду не особо образованные, и спрашивают. Скажите, а где здесь могила Паустовского? Страшно понравился Константину Георгиевичу этот вопрос. И потом он любил рассказывать об этом случае. А народу перебывало у него в то лето великое множество. Писатели, особенно молодые, приезжали, конечно, не просто так, а со своими бедами за помощью. А главная беда была одна. Не печатают. И непонятно почему. Раньше при Сталине было понятно, а теперь нет. Нужно было искать какой-то выход. Паустовский чувствовал, что новая молодая русская литература остро нуждается в защите от всяких окололитературных Дроздовых. Образ Дроздова, под лица чиновника сталинской эпохи, создал Владимир Дудинцев в романе «Не хлебом, не едимом». Выступление Паустовского на обсуждение этого романа 22 октября 56-го года стало одним из ярчайших событий начала оттепи. Давно любимый мною Паустовский казался мне тонким и глубоким писателем, необыкновенно далеким от политики. Но все мы, читавшие и перечитывавшие его книги, поняли, как мало знаем Паустовского. Меня несколько смутили слова, услышанные здесь, в которых я уловил оттенок благодушия. Слова о том, что Дроздовщина, это не так уж страшно, что это как будто уже вчерашний день. Ничего подобного. Дроздовых тысячи. Об этом я хочу сказать. Откуда это взялось? Откуда эти рвачи и низкопоклонники, дельцы и предатели? Да, предатели. Ибо их оружие – клевета и предательство. Они узурпируют власть и право говорить от имени народа. Они выдают за мнение народа свои абскуранские взгляды. Откуда они появились, Дроздовы? Это наследие культа личности. Народ для них – навоз, удобрения для своего благополучия. Они живучи и дожили до наших дней. Они воспитывались на потворстве низким человеческим качествам. Скольких людей, представлявших ум и талант нашего народа, уничтожили Дроздовы? Уничтожили во имя собственного вонючего благополучия? Это тяжелая сила, которая давит нашу страну. Дроздовы прикрываются словами о благе народа. В их устах эти слова звучат кощунственно и преступно. С последним словом дом сотряс шквал аплодисментов. Особенно неистовывала галерка. Паустовский высказал наши мысли и о романе, и об окружающей нас действительности. Все ждали, что к Паустовскому присоединится автор романа Дудинцев. Вдвоем они, наконец, разбудят это лицемерное, осторожное писательское сборище. Поведут за собой. Но, увы, недавний триумфатор Дудинцев, встав на трибуну, показался почему-то жалким, его лицо испуганным. Многое прояснилось во время встречи руководителей страны с правлением Союза писателей 13 мая 1957 года. Тогда сам Хрущев подверг уничтожающей критике писателей за порочные в идейном отношении произведения и статьи. И особенно за роман «Не хлебом едим». Разве могло быть иначе, если в самом Никите Сергеевич сидел тот самый Дроздов? Именно Хрущев, демагогически ссылаясь на народ, творил свою антинародную политику. Обманывал несбыточными обещаниями, уничтожал сельское хозяйство, закрывал и разрушал храмы, расстрелял голодный бунт в Новочеркасске, давил и унижал писателей и поэтов, которые осмеливались писать и говорить правду. Знаете, Паустовский был для меня богом в то время. Я даже не представлял себе, что я когда-нибудь могу с ним познакомиться, увидеть его. В 59-м году я тихонечко для себя писал свои воспоминания о войне. Писал и показывал своим друзьям понемножку, так, отрывки. Однажды мой друг, Борис Балтер, который был учеником Паустовского, прочитал эту мою маленькую повесть и неожиданно она ему понравилась. И он сказал, слушай, знаешь, что я повезу старику. Это кому? Паустовскому, сказал он. Ну, я даже вздрогнул. А стоит ли, говорю я? Я повезу, повезу, стоит. Необходимо знать, какие побуждения руководят писателем в его работе. Сила и частота этих побуждений находятся в прямом отношении или к признанию писателя со стороны народа, или к безразличию и даже прямому отрицанию всего им сделанного. Помню, на семинаре Паустовского в Лит-институте молодой автор читал отрывок из поести. Герой с девушкой попадает в театр. Описывались переживания героя, его неловкость, слушатели все время смеялись. Константин Георгиевич тоже смеялся. А когда сконфуженный автор замолчал, он сказал, знаете, почему мы все смеялись? Нет, не потому, что это смешно, а потому, что правдиво. В 61-м году Паустовский впервые опубликует статью о своем любимом писателе Иване Бунине, где выскажет все самое сокровенное о смысле писательского творчества и особом предназначении писателя в нашей стране. Книги Бунина тем и замечательны, что они целиком в своем времени и вместе с тем связаны живой связью с прошлым нашего народа. Особенно сильно это ощущение выражено в жизни Арсеньева. В каких-то своих частях эта повесть напоминает картины художника Нестерова «Святая Русь» и «На Руси». Перелески и взгори, почернилые бревенчатые церкви, позабытые погостые деревеньки. И на их фоне вся Русь. Древний царь в тяжелой парче и литом золоте, робкие сермяжные мужички, подпаски с длинными кнутами, странники и странницы в скуфейках, девушки с опущенными, будто насурмленными ресницами, что бросают нежную тень на их бледные лица, озаренные каким-то целомудренным внутренним светом. Юроды, поберушки, истовые старухи, грозные старцы с посохами, белоголовые дети. В толпе Лев Толстой, а невдалеке от него Достоевский. Они вместе со своим ищущим правды народом идут в ясные, но пока еще далекие дали, о которых они не уставали говорить всю жизнь. И где-то там, рядом с Ивом Николаевичем и Федором Михайловичем имел право быть изображенным и Константин Георгиевич. Заодно только, что всю свою писательскую жизнь занимался именно вот таким собиранием народа, всех вместе, простых и великих, живых и мертвых. И это было необходимейшим делом в ту страшную эпоху раздоров и расколов, в которую его определили бог и судьба. Последние 10-15 лет его жизни, совпавшие с оттепелью, которые теперь любят изображать в каких-то благостных и умилительно-акварельных тонах, Паустовского никогда не оставляет тревожное предчувствие нового страшного раскола в нашей культуре. И он старается сделать все, что возможно, чтобы этого не произошло. Моцарт на старенькой скрипке играет, Моцарт играет, а скрипка поет. Моцарт отечество не выбирает, просто играет всю жизнь наполёт. Ах, ничего, что всегда, как известно, наша судьба то гульба, то пальба. Не оставляйте стараний, маэстро, не убирайте ладони со лба. Паустовскому очень понравилась моя повесть, и мы поехали в Торосу. Я, конечно, очень нравился. Когда я увидел Константин Георгиевича, он был очень прост, очень уродственен. И мы немножко пообщались там, я услышал всякие лестные слова о моей повести, которая называлась «Будь здоров, школяр». И он сказал, что надо эту повесть вставлять в вновь организуемый такой сборник «Тороские страницы». Потом Константин Георгиевич хитро как-то подмигнул мне и нашим общим друзьям, и Боре Балтеру, и Коле Панченко, Володе Кобликов там был. И что-то они зашушукались быстренько, как-то очень быстро скользнули из дому, вывалили все и помчались куда-то. Пришли, это был сарай, тут же появилась бутылка водки, какая-то нехитрая закуска. Быстренько выпили по рюмочке, значит, закусили. Ну, а потом, как тогда водилось, меня попросили спеть. Я пел ему, для него, для меня это был большой праздник. Коротки наши лета молодые, Мики развеются, как на костра. Красный комзол бы шмаки золотые, белый парик рукава в кружевах. Моя бабушка, Бикентия Ивановна, высокая старуха, полька, любила стихи, книги, деревья, небо и собственные размышления. Я дружил с бабушкой, я любил ее больше, чем всех своих родных. Она вставала на рассвете и тотчас открывала Настю Шоклян. Потом она готовила на спиртовке кофе, выходила в сад и читала, сидя в плетеном кресле, любимые свои книги, бесконечные романы Крашевского или рассказы Короленко. Часто она засыпала за чтением, седая, вся в черном. Мотыльки садились ей на руки и на черный чипец. С деревьев гулка падали перезревшие сливы. Теплый ветер пролетал по саду, гонял по дорожкам тени от листьев. Высоко в небе сияло над бабушкой солнце, очень чистое и жаркое солнце киевского лета. Я часто бывал на концертах. Оркестр играл в деревянной белой раковине, а слушатели сидели под открытым небом. Большие клумбы с левкоями и табаком пахли в сумерках сильно и сладко. Смутно белели платья женщин, шелестели деревья, иногда над головой мерцали зорницы. Но особенно я любил пасмурные и сырые вечера, когда в саду почти не было посетителей. Тогда мне казалось, что оркестр играет для меня одного и для молоденькой женщины с опущенными полями шляпы. Скучное киевское лето наполнилось мечтами об этой незнакомке. Оно зашумело звонкоголосыми дождями. Даже тротуары из желтого кирпича, покрытые маленькими лужами, казались мне теперь милыми и сказочными, как у Андерсона. «Все лето слепые дожди», говорила бабушка, «это к урожаю». И вот в то жаркое лето с его слепыми дождями я впервые начал писать. Паустовский любил ездить на Айпетрии, когда солнце уже скрылось в море и весь остальной хребет окутан сиреневым сумбаком. Но врачи ему запрещали надолго отлучаться, и он вынужден был оставаться пленником своей комнаты. Астма – это когда ходишь в четверть шага, думаешь в четверть мысли, работаешь в четверть возможностей и только задыхаешься в полную мощь. По радио сообщили, что запустили спутник с собакой и что бедная Лайка на землю не вернется. Паустовский усмехнулся. Жалко собаку. Лучше бы весь секретариат Союза писателей усадили в ракету. Паустовский никогда не стремился к противостоянию с властью. Но Дроздовы мстили ему за разоблачение и доносили наверх, что он опять замышляет что-то опасное. О его встречах в Ялте с друзьями писателями сообщали в ЦК, что Паустовский выдвинул идею о занятии командных высот в печатных органах людьми, близкими к ранее запрещенному альманаху «Литературная Москва». Что он якобы поставил вопрос о необходимости завладения умами творческой молодежи. Доносчики, к счастью, не поняли, что именно в этот момент окончательно оформился замысел Тарусских страниц, который решено было выпустить в Калужском издательстве, минуя центральную цензуру. Все это и тогда, и сейчас воспринималось как диссидентство, которое на самом деле было глубоко чуждо его душе, жаждавшей братского соединения, а не сектантского разъединения. Подобно Достоевскому, он точно знал, что никакой подпольной правды не существует. И всеми силами пытался удержать русскую литературу в легальном поле. В тот критический момент, когда уже стало просматриваться ее сам издатовское и там издатовское будущее. Однажды по Устовскому стало очень плохо. Ни уколы адреналина с атерапином, ни кислородной подушкой не сняли приступ удушья. И Константин Георгиевич лежал нахохлившись, на высоко сбитой подушке и с трудом втягивал себя в воздух. У меня вырвалось. Тяжело видеть, как вы страдаете. И открывая глаз, он произнес слова неожиданные и по смыслу, и по категоричности тона. Страдаю я за Отечество. Утром, когда приступ удушья ушел, я вернулся к нашему ночному диалогу. Он долго смеялся и уверил меня, что произнес те слова в бреду, что ровным счетом ничего не помнит. Ах, ничего, что всегда, как известно, наша судьба, то гульба, то полева. Не расставайтесь с надеждой, маэстро, не убирайте ладони со лба. Не расставайтесь с надеждой, маэстро, не убирайте ладони со лба. Кроме Булата, для тарусских страниц сдались свои первые повести Борис Балтер и Владимир Максимов. К ним добавились три рассказа Юры Казакова, стихи Наума Коржавина и Николая Панченко. А рядом с талантливыми дебютантами неопубликованные стихотворения Заболоцкого, поэзии и прозы Цветаевой, новые стихи Слуцкого, Корнилова, Штейнберга, очерки Паустовского об Олеши, Блоке, Бунине. Паустовский верен себе. Он ликвидирует разрывы, восстанавливает нити, связующие прошлое и настоящее нашей литературе. И о него слишком мучительна ее противоестественная неполнота. По крайней мере, здесь, под этой суперобложкой с березами, они будут все вместе. И никому неизвестные молодые авторы и знаменитые прежде, о ком не принято, не рекомендовано вспоминать сегодня. А многие из них, как выяснилось, были связаны с городком в Калужской области, который дал свое имя этому сборнику. И чудо, маленькая захолустная таруса, вдруг предстало, как великолепный город художников и город мастеров, простых людей, но тоже владеющих искусством преображения мира. Современный мемуарист похвалил Константин Георгиевич. Хитрый человек, по-устовски. Он гордится, прежде всего, печником, слесарем, столяром. Печник кладет печень по своему способу, виртуозно и быстро. Слесарь так ловок, что даже скрипал проволокой сломанный зубной протез одному старику. А столяр заслуживает просто гимна. Любит делать скворечники и птичьи клетки. А затем, как бы между прочим, по-устовски сообщает, что в Тарусе, незадолго до смерти, жил поэт Николай Заболоцкий. Жили и работали известные всей России художники Поленов, Крымов и Борисов-Мусатов. Здесь прошло детство Марины Цветаевой, посвятившей Тарусе свои стихи. Но все это мелким шрифтом, а крупным про печника, плотника и слесаря. Ну, про крупный шрифт это невинная фантазия. А вот про слесаря из-за Болотского это зря. Может, когда-то в юности по-устовски и думал, что у поэта своя правда, а у народа своя. Но только до германской войны, куда он пошел добровольцем. Из Киева я перевелся в московский университет. Шла война, и невозможно было сидеть на скучноватых университетских лекциях. Я пристрастился в то время к московским трактирам. Там за пять копеек можно было заказать пару чая и сидеть весь день в людском гомоне. Кого только я там не встречал. Извозчиков, юродивых, крестьян из Подмосковья, рабочих с пресней, толстовцев, молошниц, цыган, белошвеек, ремесленников, студентов, проституток и бородатых солдат-ополченцев. И каких только говоров я не наслушался, жадно запоминая каждое меткое слово. Тогда у меня уже созрело решение оставить на время писания туманных своих рассказов и уйти в жизнь, чтобы все знать, все почувствовать и все понять. Поздней осенью 1914 года в Москве начали формировать несколько тыловых санитарных поездов. Я поступил санитаром на один из этих поездов. Все санитары на поезде были студенты, а сестры курсистки. Мы брали раненых в Москве и развозили их по глубоким тыловым городам. Тогда я впервые узнал и всем сердцем навсегда полюбил среднюю полосу России с ее низкими и, как тогда мне казалось, сиротливыми, но милыми небесами, с молочным дымком деревень, ленивым колокольным звоном, поземками и скрипом розвольней. ПЕСНЯ 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 В дощатом домишке сидел у окна худой паренек и вот уже который час наигрывал на гармонике один и тот же мотив «Ах ты, барыня, сударыня моя! Ах ты, барыня, сударыня моя!» Лермонтов слушал, глядя сумрачными глазами на стену. Там было старательно выведено синим карандашом пристанище для путешествующих по державе российской. Российская держава. Россия. Нескладная родная страна. Утром Лермонтову встретился на улице слепой солдат. Он просил милостыню. Солдата вела за руку девочка лет четырнадцати вся в лохмотьях. «Кем он тебе приходится, этот солдат?» спросил Лермонтов девочку. «Да никем. Я сирота». А ему пушечным огнем глаза выжгло. «В бою под Тарутиным!» хрипло прокричал солдат. По его зажатым, воспаленным веком ползали мухи, но солдат их не отгонял. «Ах ты, барыня, сударыня моя!» повизгивала гармоника. «Да, Россия». «Ай, ты российская наша земля!» «Ай, я, 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 я едаю!» «Вот ты много, горе, 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 горе!» «Вот ты, прям...» Сегодня утром нас разбудили частые выстрелы около вагонов. Оказалось, на поезд шел немецкий аэроплан. Стрельбу открыли лихорадочную. Аэроплан сбросил девять бомб. Спустя несколько минут после обстрела мы узнали, что в деревне за городом ранено бомбами пять человек. Мы побежали в деревню. В избе оказался только один врач-поляк, у которого ничего с собой не было. Весь пол был в лужах крови. Кровати, стены, все в крови. Я вначале перевязывал девушку-гимназистку лет семнадцати. Раны смертельные. Разорван живот, грудь. Она умерла несколько минут спустя после перевязки. Красивая, славная девушка. Потом перевязывали мальчика. Он лежал на постели, весь истек кровью. Кровь лилась мне на руки, на куртку. Все просил пить, метался. Тоже умер скоро и тихо. Несколько спустя я чувствовал, что еще немного, и я сойду с ума и закричу дико и страшно. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Вчера вечером выехал верхом к позициям, искать беженцев. Все сильнее и сильнее била артиллерия. Наши готовились брать Барановича. Деревенский священник уныло и долго рассказывал мне о своей семье, который отвез в Рязанскую губернию, о разорении, голоде, о проигранной кампании. Сквозь разбитые стекла дул по алтарям ветер. На душе было смутно, была какая-то тихая, затушеванная радость. Вспомнилось почему-то детство. И хотелось, как тогда, безотчетно и ясно верить. Прости, моя нежная, я так долго молчал. Эти дни я много думал и уловил в себе рассвет нового, более широкого и, может быть, более проникновенного отношения к жизни. Люди редко плачут о счастье, но все-таки иногда плачут. И это не нервность, не усталость, но это может быть самое прекрасное, что можно увидеть в жизни. Еще о многом я хотел бы написать тебе. О том, как близок и человечен стал для меня образ Христа. Я теперь знаю, что те, кто стремится увидеть свою душу, никогда не знают, куда они идут. И не могут знать. Потому что душа человека – это конечная тайна. Однажды мы с Аркадием Гайдаром шли лесами весь день и почти всю ночь без дорог, пока перед рассветом не вышли к извилистой лесной речке. Она была закутана в туман. Мы развели на берегу костер, сели около него и долго молчали. Слушали, как где-то бормотала вода под корядой, а потом печально протрубил лось. «Вот так бы сто лет», – сказал Гайдар. «Тебе бы хватило?» «Вряд ли. И мне бы не хватило. Давай котелок, поставим чай». Он пошел в темноту к реке. Я слышал, как он чистил котелок песком. Потом запел незнакомую мне песню. А как только засерело небо, потянули над нами перелетные станицы журавлей. Гайдар долго слушал переливчатый журавлиный звон и сказал, «Да, чудесно так жить». Я помню такую очень смешную историю, как мы в литературке все собрались, когда появилась эта книжка, мы все стояли, авторы этой книги, и держали ее в руках вожделенно и радовались. В этот момент открылась дверь, вошел критик Григорий Соловьев. Критик такой очень страшный в те времена. И он поздоровался с нами, у него в руках была книжка о русских страницах, он сказал радостно, ребята, «Вы видели эту книжку? Вот можно, не раскрывая ее, только по фамилиям на обложке, уже писать разгромную статью», сказал он радостно. Ну, а потом было очень много разгромных статей, с книгой этой боролись. Главная беда была в том, что власть сама провоцировала культурный раскол. Все эти встречи руководителей партии и правительства с творческой интеллигенцией обладали огромной разрушительной силой. И это передавали, порадило на всю страну. Конечно, Хрущеву было нелегко. Провалы его нелепых реформ, страшные вызовы извне, чреватые мировой войной. Он так втянулся в эту борьбу, так пропитался недоверием и подозрительностью, что с первого слова улыбки или жеста зачислял во враги каждого, кто своим поведением отличался от определенного стандарта. Если здесь товарищ Вознесенский, может быть, его попросить выступить? Товарищ Вознесенский записался. А вот он идет, наверное? Вот он идет, да. Я не член коммунистической партии, но, как и Владимир Маяковский, я не представляю своей жизни. Никита Сергеевич. Ложь! Это не ложь. Ложь! То, что сказала Ванда Львовна, то, что вы, а это вы сказали, значит, это клевета на партию. Не может сын клеветать на свою мать. Если вы хотите идти, я прямо говорю, под команду, в ногу, в партии, с дорогом, мы приветствуем каждого солдата. Но учитесь хорошо стрелять, хорошо распознавать врага, с тем, чтобы полку не давать. Вы хотите нашему боюкать? Нет. А вы, так сказать, без партии или на партийных позициях стоите? Нет? Довольны? Довольны? Можете сказать, что теперь уже не оттепель и не заморозки, а морозки? Да, для таких будут самые жестокие морозки. Слышите какой, Консернак! Мы предложили Консернаку, чтобы он уехал. Хотите завтра получить паспорт? Можете сегодня получить? Да. Приезжайте! Чёртовой папой! Выбор у поэтов получается небогатый. Либо в эмиграцию, либо в солдаты партии. Хрущёв по необразованности не понимает, что великие книги, фильмы и песни без вдохновения не сочиняются. Враги сожгли родную хату, по приказу не напишешь. После закрытия альманаха и изъятия всех экземпляров из библиотек, Паустовский прожил недолго. И, к счастью для себя, не узнал, что стало с его любимыми учениками и друзьями, Балтером, Казаковым и другими писателями, которые начинали свой путь в большой литературе на тарусских страницах. Эмигрировал, бросил писать, рано умер. Или комбинация этих вариантов судьбы. Чудом уцелел наиболее близкий к Паустовскому, как писатель, была Токуджава. Но четверть века спустя и по нему трактором прошёлся перестроечный раскол в культуре, ставший смертельным для страны. А ведь ещё в 56-м Паустовский предупреждал, что Дроздовы готовы сожрать всё и вся ради своего вонючего благополучия. Как-то ранним летом я приехал в одну из заонежских деревень к сказительнице Захаровой. Цвела черёмуха, и было холодно. Летние холода на севере всегда совпадают с этим цветением. В деревне мне показали срубленную из толстой сосны высокую избу Захаровой с резьбой на оконных наличниках. Во дворе румяная старуха катала вальком бельё. Это и была Захарова. Она увидела меня, отложила валёк и вытерла потное лицо. На вальке были вырезаны цветы, травы, колосси, какие-то птицы. Захарова не сразу согласилась петь. «Я пою», — сказала она, — «когда Родина во мне затаскует». Я не понял. «Ну как тебе это растолковать желание», — огорчилась Захарова. «Вот так иной раз к вечеру выйдешь на озеро. Лежит оно перед глазами, как серебряный плат. Лись на осенний тот не трепещет. И так-то сладко станет на сердце, Затаскует Родина во мне. И я запою». «Ой, да ты, рябинушка, Ой, кудрявый я, Ой, да ты не стой, не стой На дырякой быстрой, Ой, да ты не стой, не стой На дырякой быстрой...» В Тарусе, когда везли его хоронить, На дорогу вышли старики и старухи. Все, кого ноги держали, Стояли на тротуарах. Самые взыскательные его читатели. Они провожали в путь своего писателя, Который показал, Что реальное тоже красиво. Мы ищем голод, жажду Увидеть себя красивыми. КОНЕЦ КОНЕЦ